Привет! Сегодня 29 августа 2021 года, Трождество Христово, я Евгений Горта. Прежде чем делать это видео, сделаю так ретроспективу своих постов в своем блоге на itineloption.com. И действительно, та тема, которую я хотел в этом ролике изложить, она на самом деле уже между строк или буквально звучала. И самый близкий к этой теме пост, это был пост ровно годичной данности в августе 2020 года. Я выложил его. Назывался «Пример эффективных инвестиций в себя и Вселенную». Там я говорил о том, что народ, вкладывайтесь в себя, и будет эффект вокруг тебя. Ну, то есть, или библейская вот эта вот вещь, да, спаси себя и спасутся действия вокруг тебя. И формулирую тему этого ролика. Можно было бы это назвать неким ремейком, но это все-таки не ремейк, это версия 2.0, более расширенная. То есть, и назвал ее «Эффективные инвестиции» в причинно-следственную связь, или в карму, можно так сказать. Что здесь более того, чем вкладывайся вокруг себя? То есть, вложение внутрь себя – это, да, это как пример, это часть причины. То есть, причины могут быть разные, да, то есть, они, отыскивая ее, то есть, она в основном, конечно, вся находится действительно в тебе. То есть, во мне, тебе, то есть, начинай с себя, грубо говоря, да, ты первопричина всего. Вот, это глобально, ну, это может быть менее глобально, да, то есть, какие-то там бытовые моменты, допустим, в бизнесе, да, то есть, люди начинают какие-то бизнес-процессы переделывать с середины, да, то есть, допустим, начальник. Ну, хотя, в принципе, это тоже, опять же, вместо того, чтобы начать себя, пытается вложиться в свой персонал, к примеру говоря, да, чтобы более эффективным сделать технологический процесс в производстве, в бизнесе. Вот, или найти, допустим, каких-то клиентов выгодных. Вот, они сами придут, ты начни с того, что эффективно сначала поставь свой бизнес. Вот, ну, все равно, как бы, да, глобально все причины начинаются с себя. Ну, вот, так, немножко спонтанно, да, получилось, говорю и по ходу дела соображаю. И живой пример хотел привести вот этого вот, ну, то есть, именно, именно баланс, баланс, да, сказать, что там тоже был в том ролике годичной давности. Баланс, баланс именно поиска духовных и материальных каких-то моментов внутри себя, а здесь именно баланс между инвестициями в причинно-следственную связь. То есть, вследствие тоже, да, вот это вот отличие, вследствие тоже, там в том ролике не было, это не звучало, да, вследствие тоже можно вкладываться, когда уже, ну, какой-то момент начало упущено, бывает, да. То есть, что называется, ликвидация последствий, да, или симптомов, или, так скажем, сбитие температуры, можно так сказать. То есть, именно вот инвестиционный портфель, фигурально выражаясь, да, ну, почему фигурально? На самом деле так, это вот инвестиционный портфель в причинно-следственный процесс. Вот как раз очень интересно искать баланс. Интересно и эффективно. То есть, иногда, иногда получается, что достаточно долго ждать эффекта, когда ты, ну, возвращаешься к первоисточнику. Иногда, может быть, вот здесь и сейчас можно вложиться уже впоследствии, получить некую прибыль впоследствиях. И, вложившись сюда, какую-то часть портфеля вложив, да, допустим, по принципу Паретта 20% усилий вложил сюда, с 80% идешь искать, где причины. Ну, это все так теоретично, да, вот живой пример хотел привести про себя. Долго работал на тему, ну, как убрать, вот, я пользуюсь общественным транспортом, как убрать людей из дверей, вот, в метро. Ну, стоят и все, ну, вот, хоть не зайти, не войти. То есть, ни я не могу, ни другие пассажиры не могут войти. Пытаюсь что-то там объяснять, какие-то лекции считать и толкаться, и пихаться. Ну, разные способы испытал, все испытал. Да, где-то, действительно, в процентах, даже не в 20, менее, чем в 20% случаев работает. Кто-то что-то понимает, вот. А, ну, как, всех интереснее отыскать было причину. Я ее искал, ну, может быть, кто-то посмеется, и хорошо, если посмеется, несколько лет я ее искал, но нашел в том, что... А я же сумочку, когда еду, когда я еще пользуюсь электричкой, да, поскольку я за городом живу, я же сумочку ставлю свою не на багажную полку наверх, не себе на коленке, а рядом с собой. Так вот где причина, сумочку стал все-таки убирать с сиденья рядом с собой, стали садиться пассажиры, не спрашивая, а можно ли сесть, и почему-то сразу начали улетучиваться люди из двери в метро. Да, и, ну, смешно как бы, да, я с юмором это говорю, но на самом деле это вот та самая карма, та инвестиция в причинно-следственную связь, и где-то вот уже ближе к поиску, ближе к отбалансированной инвестиции, понимаете. Вот он живой пример, надеюсь, это вот как бы понятно. Так, кайный сайт уже на седьмую минуту пошел. Увидимся, пока!